Назад Ну что ж, давайте тогда продолжать, начнем-то начинать сегодняшний день Зачем вы себя? Да Я бы сказал, что у вас самого себя, милей Перед вами сейчас выступит Борис Латыш, это студент Светлейшая голова, лучший представитель ФСБАКа на данный момент Ну, студенты физики, давайте смотреть на докладчики Спасибо Значит, моя лекция, рассказ Будет частично совпадать с тем, что уже было сказано Но я думаю, те люди, которые пропустили Не зачастую это за недостаток Про что я просто скажу некоторые дополнительные комментарии И надеюсь, что это не будет зазря Как вот план моего изложения Я кратенько упомяну про теорию Ньютона, про которую уже говорилось Потом перейду к общей теории относительности Расскажу, надеюсь, более-менее подробно про эксперименты По ее подтверждению Поскольку это довольно-таки больная тема Для определенного круголизма А потом уже перейду, собственно, к модификациям общей теории относительности Зачем они нужны И в чем суть Так, теория Ньютона, как уже было сказано Является первой теорией гравитации Собственно, про нее больше нечего сказать Суть ее в том, что она дает закон силы Это все, что она дает Собственно, хорошие ее стороны На момент создания перечислены Это первая теория Первая научная теория, можно сказать Конечно, если не оспаривать там работы Лейбница И людей, которые до этого занимались астрономией И, собственно, то, что она сделала Это она объяснила все известные на момент ее создания эффекты И была лучшей теорией гравитации на тот момент Плохие ее стороны Она эллипийски не инвариантна На тот момент это не было, естественно, недостатком Потому что никто не знал, что такое эллипийская инвариантность Но когда была создана стой Когда люди пришли к пониманию того Что у нас есть физика низких скоростей Есть физика высоких скоростей Это стало ее очень значительным недостатком Потому что вот это вот Переформулировать эллипийски инвариантно довольно сложно Далее Как уже было сказано Теория нервная объясняет очень много эффектов На момент создания ОТО был, насколько я знаю, всего один эффект Эффект процессии перегилия Меркурия Про него уже тоже было сказано Это эффект, что Меркурий должен вращаться по эллипсу Но этот эллипс сам начинает вращаться С угловой скоростью, по-моему Погравьте меня, если я ошибусь Одна угловая секунда за столетие Эффект ничтожно малый Но из-за того, что была большая история наблюдений На момент создания ОТО он уже был наблюдаем Ну и, собственно, самый главный минус теории Ньютона Что нет красивого механизма гравитации Красивого, думаю, стоит взять в кавычки Потому что тут механизма гравитации нет вообще Теория говорит, есть так Почему это так, никаких объяснений не дается Это просто объединение экспериментальных фактов Ну, собственно, про общую теорию относительности тоже уже было сказано Она явилась естественным расширением ОКОТО Ее создавали, насколько я понимаю, из исторических причин Только потому, что теория Ньютона была эллиптийскими юнорами Собственно, уже многое сегодня говорилось Про то, что ОТО описывает искреленное пространство-время И, собственно, вот математическая ее формулировка Точнее, две эквивалентные формулировки То, что написано здесь, по сути, является законом Ньютона В религиозном и нереатном виде То, что стоит справа, буква Т Она отвечает за характеристику материи Это так называемые тензоры энергии и импульса Это характеристика энергии и импульса Того вещества, которое у нас есть в пространстве-времени С другой стороны, стоят характеристики пространства-времени самого И вот в этом и заключается физическая суть теории относительности Общей теории относительности Что у нас пространство-время определяется веществом И наоборот, что это две зависимые величины И для своего времени это была революционная концепция Ну, собственно, в явном религиозном виде Это записано вот Тут студенты старших курсов уже знают, что такое действие И тут оно написано И оно будет для нас дальше важно Потому что у действия этого чрезвычайно простой вид Одна обстановка отвечает за геометрию И одна за материю И это самый простейший вид действия для гравитации из всех возможных Которые только можно придумать Ну, не так понятно даже и специалисту, что две буквы Это чуть сложнее, чем одна Ну и, собственно, хорошие стороны То, что это расширение теории Ньютона С нужной инвариантностью И в которой есть красивый, понятный и простой механизм гравитации Без усложнения Ну, не очень хорошие стороны Вот они объясняют всех эффектов Речь идет про темную материю Темную энергию, конечно же Не квантуется Это не то, чтобы совсем плохая сторона Но довольно-таки плохая Потому что квантовая теория всех элементарных ястиц Без учета гравитации Есть и работает И как-то в этом При такой красивой картине Квантового мира Как-то не очень понятно, как теория гравитации Может не квантоваться Ну и стороны, которые действительно и не хороши, и не плохи В теории есть сингулярности Например, момент большого взрыва Это действительно просто сингулярная точка Про которую, по сути, с математической точки зрения бессмысленно говорить Особая точка Там просто нечего про нее сказать Теория в ней непримима Но, к счастью, для нас эта сингулярность находится очень далеко в прошлом И мы пока до нее экспериментально добраться не можем Другие сингулярности Это сингулярности внутри черных дыр Но они тоже очень удачно отделены от нас горизонтом событий Ну и, как некоторые могут знать Есть такой принцип космической цензуры Который, в общем-то, довольно спекулятивный Но он утверждает, что в космологии Если и появляются эти сингулярности Возникающие, а то и ею описываем То они всегда закрыты горизонтом И мы их видеть непосредственно не можем Поэтому это не является ни плохой стороной Ни хорошей Дальше Причинность Причинность в отон нарушаться может Но для этого нужны и чрезвычайно экзотические условия То есть, котовые норы, про которые говорились Уже было сказано сегодня Они могут приводить к нарушению причинности Грубо говоря, я могу открыть котовую нору здесь и сейчас Чтобы ее ход был здесь и сейчас А ее выход будет за 5 минут до начала моей лекции Я могу убить себя и нарушить причинность Но для создания котовой норы, во-первых, просто требуется экзотическая материя Ну и еще этого на самом деле недостаточно Чтобы создать котовую нору именно такую Которая позволит нарушить причинность Нужны еще более экзотические условия на эту материю Которая и так вот экзотическая И все это в совокупности является слишком неуполнимым условием И опять же, это не является ни хорошей, ни плохой стороной Потому что возможность есть, но она совершенно нереализуема в нашей Вселенной Следующий пункт, про который было сказано Это проблемы с законами сохранения Если вспоминать математику, то каждый закон сохранения Связано с такими страшными вещами, как группа Ли и ее инфинитизмальные операторы В обычных, имеется в виду, нереативистских теориях гравитации Вроде теории Ньютона, квантовой механики и всего-всего-всего У нас есть, допустим, время То есть все прекрасно понимают, что оно есть И у нас есть закон сохранения энергии, связанный с тем, что у нас есть выделенное время У нас есть однородные изотропные пространства И поэтому у нас есть закон сохранения импульса В общей теории относительности Могут быть такие конфигурации гравитационных полей Где вообще ввести понятие время очень-очень сложно И, соответственно, ввести понятие энергии очень сложно И понятие импульса также В принципе, можно проблемы с законами сохранения продемонстрировать очень просто Как уже было сказано, инерция эквивалентна гравитации Локально Но представим ситуацию Вот стоим мы на крыше небоскреба Как бы в отсутствии гравитации Не учитываем пока энергии гравитационного поля У нас есть какое-то гравитационное поле И мы прыгаем У нас вдобавок к этому гравитационному полю появляется сила инерции И лучше не прыгаем, а мы начинаем ехать в лифте На крыше небоскреба Вверх Появляется во всем пространстве окружающем нас Появляются силы инерции Как будто мы можем эффективно дописать гравитационное поле Которое занимает все пространство время Всюду имеет одинаковую напряженность И энергия его, в общем-то, должна быть бесконечна Но мы от этой энергии можем вот так вот избавиться Просто остановив лифт Перейдя в систему отчета, связанную с Допустим, свободно падающим наблюдателем Избавиться от этого вклада энергии Грубо говоря, на таком же уровне возникают проблемы с законами сохранения Если говорить точно, то там Я вернусь назад А, нет Скину назад Вот Эта штука называется тензор энергии импульса Если мы возьмем от его дивергенцию Для старших курсов Мы получим закон сохранения Поток через какую-то поверхность Равен изменению плотности Тензор энергии импульса В этой поверхности А вот тут Должно стоять То, что следовало бы назвать Тензор энергии импульса Гравитационного поля Но это При попытке Сделать его тензором Оно не тензор И Способом сделать из вот этой штуки Тензор Бесконечное число И мы имеем бесконечное число Законов сохранения Ну и опять же Я встречал людей Которые говорят Что это неплохо Меня-то немножко лично напрягает Но Это по сути и не важно Важно то, что Это есть Есть способ борьбы с этим И с этим надо мириться Ну и последнее Это скорее Можно даже было отнести К тому, что не объясняют все эффекты Просто с эволюцией Вселенной Сейчас Как уже было сказано Довольно специфическая ситуация Измерение показывает Что наша Вселенная Должна начать расширяться Ускоренно И вот Ускоренное расширение Вселенной О то не описывается Но прошлое нашей Вселенной О то описывается Причем до определенного момента Ранние стадии жизни Вселенной Снова о то не описываются И вот такая вот Какая-то матрешка Когда у нас О то было неприменимо Затем Внезапно стало применимо И затем Снова вновь Теряет свою применимость Это тоже очень интересный момент И в принципе Его как в плохую сторону Запихасать нельзя Потому что Большую часть эволюции Вселенной О то описывает адекватно Более того Ее можно Очень немножко Модернизировать Чтобы она начала Чтобы она начала описывать Неописываемые ей ранние части Эволюции Вселенной Это тот же пресловутый Лямбда-член Чтобы описать Поздние стадии Вселенной Ну и Чуть более Радикальные модификации Чтобы описать Ранние стадии Эволюции Вселенной Ну и вот Отдельно Хотелось Соответственно Экспериментальных Подтверждения Хот-О Потому что Как уже было сказано Это одна из самых Достоверно проверенных Теорий в мире Собственно Я специально Сделал текст поменьше Чтобы вместить Вот такой вот Небольшой В общем-то Список Экспериментов По проверке ОТО Ну и Собственно Не делится То, что я нашел И записал Делится на три группы Группа С замедлением Времени Кравитационного Первый эксперимент Фаунда и Ребекки Эксперимент Состоял в том Что самолет Облетал Землю Сначала в одну сторону Потом в другую И соответственно По ОТО Время должно быть разным Время часов Оставшихся на самолете Должно быть разным Так и было Собственно Измерения Подтвердили ОТО И К слову говоря Это был самый дешевый Эксперимент В истории Общей теории Относительности Все остальные Стоили гораздо дороже Эксперименты Ой, так Я не то сказал Паунда и Ребекка Стреляли Лазером Вверх Энергией Лазер Настраивается На эту энергию А потом Стреляется Снизу Вверх В элементы И они Этот лазер Светлого Звуча Лазера Пропускают Потому что Он теряет Энергию Из-за Продукционного Красного Смещения Если По-простому Эффект Шапиро Честно Я уже Не помню По-моему Это что-то Из Увлечения Инерциальных Систем Отчетов Задержка Сигнала Продукционного Время Это По-сути Эффект Шапиро Дальше Самодействие С электромагнитным Полем Это Отклонение Света Оно Впервые Было Измерено В девятнадцатом Году При том Что Лото Была Более Менее Сформулирована Эйнштейном В пятнадцатом Году Эксперимент Состоял В том Что Грубо говоря Нашли Когда Будет Ближайшее Солнечное Затмение И Как уже Говорилось Смотрели На звезды И смотрели Насколько Они Изменят Своё Положение На небесном Своде Относительно Своего Положения Без Солнца То есть Смотрели Ночью На небо Дождались Затмения И посмотрели Как Изменилось Положение Звезд Солнце Отклонило Лучи Звезд На Две Сотые Кажется Углые Секунды Дальше Градиационное Линзирование По сути Тот же Эффект Только На других Массивных Объектах Которые Находятся Далеко От нас Как Уже Говорили Это Крестенштейна Самый Яркий Пример Ну Думаю Понятно В принципе О чем Речь Далее Орбитарные Эффекты Прецессии Перегидия Меркурия Тоже Было Сказано Не буду Повторяться Это Частный Случай Всевозможных Релятивистских Прецессий Которые Возникают Тоже На довольно Таких Компактных Массивных Объектах Когда Спутник Допустим Находится Близко К ней И К нему Уже Не применима Теория Ньютона Надо Делать Релятивистские Поправки И Соответственно Там Все Активные Начинают Прецессировать Далее Кривитационное Излучение Двойных Систем Это Один Из Наблюдений Чисто Утошных Которые Учитывают Динамику Кривитационных Падений Как Вы Помните В Теории Ньютона Течение Времени Учитывается Вообще Никак Там Стационарное Равнение ВТО Течение Времени Учитывается Есть Соответственно Градиационные Волны Соответственно Если У нас Тесная Двойная Система Она Работает Грубо говоря Как Диполь И Излучает Электромагнитные Волны Период Обращения Этой Системы Снижается Геодезическая Прецессия Это Тоже Разновидность Волны Прецессий По большому Счету Так Эффект Лензетиринга Это Увлечение Энерциальных Систем Отчета То есть Если Мы Подлетаем Вращающейся Звезде Смотрим На нее Прямо Нам Кажется Что Мы Летим Прямо Но Наблюдатель Который Стоит Дальше От нас Видит Что Мы Вместе Со Звездой Начинаем Вращаться Это Эффект Увлечения Энерциальных Систем Нам Кажется Что Мы Не Движемся Для Другого Наблюдателя Мы Начинаем Вращаться Ну Собственно Это Самые Яркие Представители Экспериментов По Подтверждению ОТО Можно Было Сюда Записать Еще А Я Записал Просто Незаметно Работа Способность GPS Во Всех Схемах Которые Принимают Сигналы GPS Учтены Литивистские Поправки Собственно Каждый В мире Проверял ОТО Хотя бы Один раз Если считать Китайцев То и не один Но Собственно Перейдем К квалификациям ОТО И причины По которым Ее надо Модернизировать Уже были Сказаны Не один раз Поэтому Я Привегусь По ним Более Повыстрее Собственно Это Темная Энергия Темная Материка И физика Элементарных Частиц Темная Энергия Про нее Уже Было Сказано Это Эффекты Вселенского Масштаба Которые Работают Именно На масштабах Вселенной В целом Этот график Вы уже Видели Я не буду Просто Комментировать Вот Про это Скажу Что Это Графики Масштабных Факторов Грубо говоря Характерных Расстояний Между Звездами В зависимости От Времени Жизни Вселенной И Собственно Долго Думали Что Мы Вот На Этой Кривой А Наблюдение Показывает Что Мы Вот На Пунктирный Который Далее Равнажен С 1 2 Дальше Темная Материя Тоже Про нее Сказано Достаточно Ну И Собственно Физика Элементарных Частиц Как Я Уже Сказал У Нас Есть Очень Красивая Теория Элементарных Частиц В которой Есть Все Кроме Гравитации Собственно Вот Такая Маленькая Схемка Лептоны Это Те Штуки Из Строятся Атомы Точнее Не Атомы Из Кварков Строятся Атомы Кварков У нас Значит Шесть Штук Они Еще Цветные И Пахнут По-разному Из Них Строятся Ядра Атомов Потом Лептоны Тоже Нужная Вещь Они Взаимодействуют С помощью Фотонов Слабых Базонов Которые Отличают За Ядерные Силы Нет Извините За Сильные Силы Отличают За Связь Ядер С Электронами Леон Отличают За Связь Муклонов Ядре Даже Кварков Ну и Собственно Базон Хиггса Выполняется По сути Он Взаимодействует С этими Базонами Давая Им Массу Базон Как Нет Трудно Заметить Тут Нет Гравитона Базон Хиггса Он Конечно Дает Массу Но Эта Масса Не В смысле Отто Если Вы Вспомните Теори Нения Которые Я Описал Для Отто Там Стоит Тензор Энергии Импульса Не Массы Ну И Собственно Давайте Перейдем К модификациям ОТО Первая Историческая Модификация ОТО Это Теория Калутца Клейма Заключалась Она В следующем ОТО У нас Есть Такая Штука Как Метрическая Матрица Вот Она Записана Тут 4 на 4 16 Элементов Она Симметричная Поэтому Элементов Независимых Всего 10 Ну И Вот Калутца Физик Подумал Почему Нам Это Не Написать К этой Матрице Стравку И Столбец А в Нее Написать Скалярный Потенциал Электромагнитного Поля Векторный Потенциал Электромагнитного Поля Ну И еще Какое-то Скалярное Поле Потому Что Осталась Одна Свободная Клеточка Это Поле Называется Атилатомным И В общем То Оно Просто Возникает В этой Теории И Собственно Это Была Первая Теория С Четырехмерным То Есть На Экспериментах Просто Видим Четырехмерным А у Него Измерений Пять И С Этим Надо Было Что-то Делать Поэтому Клейн Математик Предложил Делать Эти Измерения Компактными То Есть Маленькими Ограниченными Чтобы Они Нам В Макроскопическом Мере Не Мешали Жить Собственно Это Теория Калуцциклейна В Таком Исходном Варианте Я даже Не знаю Чтобы Ее Кто-то Использовал Сейчас Она Переработана И Используется Механизм Компактификации Калуцциклейна Когда У нас Берется Теория В которой Есть Дополнительные Измерения И Они Делаются Очень Маленькими Из Этого Получается Какое-то Эффективное Уравнение Движения И Они Уже Используются Сама Теория Калуцциклейна В Оригинале Это Уже Такой Реликт Который Насколько Я понимаю Сегодня Мало Кем Используется Дальше Модели Миронабрания Это Что-то Картинки Калуцциклейна Мы Должны Жить Тут А Вот Это У нас Дополнительные Измерения Которые Маленькие Мы Эффективно Не Видим Ну Хорошие Стороны Я уже Сказал Дальше Механизм Генерации Масс Для Элементарных Частиц Если Бы У нас Частица Двигалась Под Такой Прямой Она Бы Двигалась Себя Спокойнее Двигалась Если Она Двигается По Цилиндру То Она Может Двигаться Вот Так А Когда Мы Цилиндр Компаттифицируем Ее Скорость Эффективно Уменьшается И Нам Кажется Что Она Стала Массивней Потому Что Стала Медленнее Двигаться И Это Можно Объяснить Для Генерации Масс Некоторых Частиц Но Это Также Ее Славная Сторона Потому Что Если Смотреть На Характерные Масштабы Масс Которые Получаются В этой Теории То Поправки К Обычным Теориям Должны Возникать На Уровне Атома По Крайне Для Властных Теорий Где Всего Одна Друга Измерения Ну Дальше Механизм Связи Гравитации И Электромагнитизма В этой Теории Сделать Просто Потому Что У нас Есть Свободные Места Матрицы Не Физически Обравданно Про Второй Пункт Я уже Сказал Мы Должны Видеть Отклонения От наших Теорий Если Реализовывался Простой Механизм Возникла И Самое Главное У нас Нету Причины Полокачества Если Дополнительные Измерения Есть То Они Компактные Природа Нам Не Должна Компактифицировать И Нам Надо Придумывать Объяснение Почему Они Должны Быть Компактными В Теории Калуц И Клей На Этого Нет Дальше Следующая Модель Бранца Дики По сути Суть Теории Вот В Этому Мы Берем Герриотационную Постоянную И Делаем Непостоянную Чтобы Получить Уравнение Для Ее Динамики Мы Приписываем Вот Такую Штуку К Уже Известным Маха Принцип Маха В общем-то Он Довольно Спекулятивный И В принципе Не Подтверждаем Говорит Он О том Что Законы Физики В данной Точке Пространства Времени Определяются Материей Во всем Остальном Пространстве Времени Они Попытались Это Реализовать Через Герриотационную Постоянную То есть Сделать Ее Меняющейся Чтобы Сама Материя Определяла Свои Свойства Тяготения Ну и Собственно Хорошесть Этой Теории В том Что Вот Это Скалярное Поле Вот Это Скалярное Поле Оно Может Обеспечить Инфляцию Вселенной То есть Оно Адекватно Позволяет Дописать Ранние Этапы Жизни Вселенной И Хорошо Связанное С Физикой То есть Имеет Физическую Причину Мы Его Не Просто Дописываем Потому Что Нам Это Надо Мы Его В этом Есть Смысл Это Хорошие Стороны Этой Теории Плохие Стороны В том Что Принцип Маха Очень Сложно Проверить Нам Потребуется Как минимум Убрать Всю Материю Вселенной И Попробовать Определить Законы Тяготения И всего Остального Потом Поместить Ее Обратно И посмотреть Как Они Изменились Это Скорее Философия Не Физика Ну И Большое Значение Константы Связи Это Имеется Ввиду Вот Эта Константа Омега Как Можно Понять Она Отвечает За то Насколько Теория Вранца Дики Отличается Ато Тон Сначала Эту Константу Полагали Что Она Где-то Порядка 5-6 Она Безразмерная По Последним Наблюдениям Она Больше 40 Тысяч Вот Эта Теория От Отличается Очень Мало И Как Ее Проверять Тоже Не Очень Понятно Из-за Больших Значений Констант Связи Дальше Модели Миронабрания Это Модели К расширения Модели Кроуцепления То Мы Уже Не Требуем Компактности Дополнительных Измерений Мы Думем Что Они Бесконечны Но Мы Живем На Вот Какой-то Поверхности Как Мы На Этой Поверхности Оказались Другой Вопрос И Про Этой Я Еще Скажу Вся Материя У Нас Тоже Оказалась На Этой Поверхности Она В ней Движется И В ней Взаимодействует Но Гравитация Может С этой Поверхности Уходить Ну И Есть Много Моделей Миронабрания Я Вот Только Самые Основные Написал Рыбаков Шапошников Это Модель Типа Кинка То Есть Мы Пишем Потенциал Для Сей Материи Ступенькой Немножко Размытой Но Все Таки Ступенькой Его Градиент Это Соответственно Пик Соответственно У нас Материя Сидит Рядом С Этим Пиком И Далеко От Него Не Уходит И Это Нам Обеспечивает Вот Эта Бравда Который Мы Не Живем Гравитация Спокойно Во всем Этом Бегает И То Что Она Сидит Не Только На Этой Бране Обеспечивает Новый Эффект Вот Эти Три Модели Они Уже Не Используют Механизм Солитонов То Есть Там Материи Фиксируются Другими Способами Честно Говорю Я Уже Не Помню Какими Модель Раннелл Сандрум Это Она Уже Учитывает То Что У нас Вселенная Расширяется Ускоренно Там Действие Происходит В пространстве Отрицательной Кривизны То Как раз Ускоренно Расширяющимся В нем У нас Находится Или Одна Поверхность Или Две Соответственно На Одной Из них Или На Единственной Располагается Наша Вселенная В которой Происходит Действие Модель Извините Я не буду Считать В общем Модель ADD В ней Еще И Дополнительные Вводятся Дополнительные Требования Чтобы Действие Для Гравитации Было Зафиксировано На Брани В общем Это Просто Математическое Отличие Но Оно Приводит Все же К другой Теории К другим Эффектам Собственно Хорошие Стороны Этих Теорий Заключаются В том Что У нас Нет Ограничений На Дополнительные Измерения Мы Можем Делать Какими Угодно И Это Хорошо Потому Что Нам Не Надо Оправдывать Конкретный Вид Геометрии Нашей Вселенной Следующая Положительная Черта Это То Что Можно Понести Значение Гравитационной Постоянной Гравитационной Постоянной Является Характерным Размером Энергии На Которых Гравитация Должна Становиться Квантом И Она На Очень Много Порядков Больше Констант Для Электромагнитного Сильного И Слабого Взаимодействия И Это Собственно Очень Многих Физиков Тревожит Потому Что Константы Для Трех Размерных Взаимодействий Они Более Менее Одинаковые Гравитационная Постоянная Характерная Это Масса Планка 10 Минус Пятый Грамм Это Уже Что Ближе К нашему Миру Чем К Кватом То Масса Электрона 10 Минус Пятый То Нам Эффективно Надо Будет Найти Элементарную Частицу С такой Массой Чтобы На ней Можно Было Хорошо Видеть Эффекты Квантовой Гравитации Что Довольно Сложно Если Мы Будем Брать Бесконечные Дополнительные Измерения Мы Можем Сказать Что Наша Гравитационная Постоянная Она Складывается Из Настоящей Гравитационной Постоянной И Вклада Материи Которая Все Гравитации Которая Тоже Собраны Поэтому У нас Мы Видим На Экспериментах Не Настоящие Значения Гравитационной Постоянной А Немножко Измененные На Несколько Десятков Пояс Что Нам Позволяет Спустить Гравитационную Постоянную Примерно До Тех Масштабов Что Константы И Основные Взаимодействия И Соответственно Наблюдать Эффекты Квантовой Гравитации На Более Низких Масштабов Ну и Хорошая Страна То есть Из чего Выбрать То есть Моделей У нас Не Одна И Там Есть Свободные Параметры Это Ж Является И Плохой Страной Потому Что Параметров Может Быть Бесконечно Много У нас Нет Верхнего Ограничения На Число Дополнительных Измерений Их Может Быть Одно Два Или Миллион И Это Не Очень Хорошо Потому Что Мы Также Плохая Черта Этих Моделей Является То Что Их Судя По всему На Космологических Экспериментах От ОТО Отличить Будет Крайне Сложно Потому Что Все Эффекты ОТО Они Очень Мало Отличаются От Эффектов Ньютона При Малых Массах Грубо Говоря Спираль Эти Распределения Скоростей В Галактиках Которые Уже Приводились Они Получаются Даже Не ОТО А В Теории Ньютона Там ОТО Просто Не Нужно Потому Что В Галактиках Нет Достаточно Массы Чтобы Использовать ОТО Для Большей Точности Соответственно Чтобы Получить Эффекты Заметные Только В Модифицированных Теориях Галитации Нам Нужно Брать Очень Массивные Объемы Чтобы Грязна Пространства Времени Была Очень Сильной Чтобы Мы Могли Ну И Собственно Последний Тип Поправок Их Можно Назвать Поправки ОТО Суть Поправок В общем-то Заключается В том Что Мы Пытаемся Абстрагироваться От физики И Заняться Математикой Понимая То Что У нас Нет Достаточно Данных Наблюдений Или Мы Просто Не Можем До Чего-то Додуматься И Поэтому Мы Просто Пытаемся Перебором Угадать Поправки К Уравнением ОТО Ну И Собственно Поправки Бывают Вот Таких Вот Типов Лямбда Член И Высшие Степени По Кривизне Пространства Бывают Поправки С Отрицательной Степенью Кривизны Ну И От Других Геометрических Характеристик Пространства Время Например Вот Такой Который Называется Самый Последний Это Член Гаусса Банэ Поправка Гаусса Банэ Она Довольно Хороша Потому что Имеет Явный Геометрический Смысл Поправки Вот Такого Вида С положительными Степенями Кривизны Помогают Обеспечить Инфляцию И Ускоренное Решение Вселенной Поправки С отрицательными Степенями Кривизны Помогут Объяснить Темную Материю Вот Эти поправки Могут И то и то Но В зависимости От того Как их И с чем Сочетать Проблема В том Что Сочетать Вот эти Поправки И вот эти Допустим Очень сложно И они действуют На разных масштабах И единого Действия С которым Вы эти все Поправки Взаимодействовали Так как надо Пока нет Ну и собственно Хорошо В этих теориях То что можно Объяснить Все что угодно Но по отдельности И Можно учитывать Всякие Эффекты Которые вылезают Из струнных Теорий Которые Тоже Сейчас Довольно Широко Развиваются И это В общем-то Является Плюсом И очень Хорошей Сторон В том Что в этом Нету Физики Мы просто Угадываем Обычно Физика Прикручивается Уже Потом И Надо Были Спекулятивно Про то Что можно Все Объяснить Но Только По отдельности Я уже Сказал Число Параметров Данных Поправок Тоже В общем-то Бесконечно Нам Никто Не мешает Упс Дописать Сюда Бесконечное Число Поправок А потом Мы напихаем Перед ними Получая Каждый раз Разные Теории С разными Эффектами Которые На космологических Масштабах Опять же Будут Очень мало Отличаться От И Плюс В некоторых Теориях Отсутствуют Классические Решения Например В теориях С поправками Типа Р-квадрат Отсутствуют Классические Решения В виде Черной Дыри Ну Казалось бы Это не так уж Плохо Что нет Черных Дыр Но Оно Является Самым простым Сферически Симметричным Решением То есть Грубо говоря В теориях С поправками Р-квадрат Нам будет Очень трудно Описать Нашу Солнечную Систему Даже И это Совсем Нехорошо Ну И Есть Такие Замечательные Свойства В этих Поправок Что Некоторые Сводятся К теориям Бронса Диха Плюс Еще Есть Теорема Лавлока Кажется Которая Накладывает Ограничения На То Какие Поправки Будут Давать Хоть Какой То Значим Вклад В Зависимости От Числа Измерений Так Удачно Вышло Что В Пространстве Времени Размерности 4 Нулевой Вклад Вравнения Эйншейна То есть Вравнения Определяющие Динамику Нашей Вселенной Будут Давать Поправки Только С высшими Степенями По Крелезне Которые Сводятся К теориям Бронса Диха Если Добавить Эта поправка Самая Нижняя Начнет Играть Роль До Этого Ее Ну От нее Только Квадрат Будет Оставаться И Собственно То Что В Теориях С высшими Измерениями У нас Начинает Играть Роль Вот Эта Поправка Используется Обычно Когда Редуцируют Всякие Струнные Теории До АТО Там Появляются Поправки Вот Такого Вот И Собственно Последний Метод Это АДС CFT Формализм И Струны АДС Это Анти Деситтер Имя Название Многообразия Определенного Вида С Постоянной Отрицательной Кривизной Которая Как раз Описывает Расширяющуюся Вселенную CFT Это Conformal Field Теории Про это Я еще Скажу Начнем По Пространство Анти Деситтер Это Пространство В котором Мы Судя По Всему Живем Если Обычные Пространство Это Наша Плоскость То Мы Живем На Гиперболойке Нашу Плоскость Надо Изогнуть В Гиперболойке И Тогда Мы Получим Описание Нашей Вселенной Ускоренно Расширяющейся Чтобы Крикинка Показывает Как Они Соотносятся Есть Места Где Они Довольно Таки Похожи Но В целом Они Очень Сильно Отличаются Это Видно На Больших Масштабах Конформные Преобразования Это Преобразования Которые Сохраняют Углы Между Любыми Двумя Кривыми И Изменяют Масштаб Меркантильно Это Значит Что Если Мы Требуем От Теории Конформной Инвариантности Мы Избавляем Теорию От Выделенных Масштаб Если Вы Вспомните Теорию Ньютона И всю Классическую Механику Там Нет Выделенного Масштаб Она Применима Внутри Если Не Считать Ту Вещь С Зарядом Электрона Все Знают Когда Мы Приближаем Электрон Заряженным Шариком То Мы Стреляем Его Радиус Кнуков Но Там Это Довольно Спекулятивно Потому Что Нам Никто Не Сказал Что Электрон Должен Точечный То Когда Мы Требуем Конформной Инвариантности Мы Избавляемся От Выделенных Масштаб Ну И Суть АДС ФТ Формализма Или Соответствия В том Что Мы Берем Пространство Высших Измерений Помещаем В него Определенным Образом Поверхность И Пишем Теорию Поля Во Всем Пространстве Потом Редуцируем Ее На Эту Поверхность И Получаем Автоматически Теорию Поля Конформную Инвариантную Но На Этой Поверхность Простой Пример Все Знают Равнение Состояния Идеального Газа ПВ Равняется НТ Т Можно Перенести В правую Часть В правой Части У нас Стоит П В И Т Если Мы Возьмем Сосуд Мы П В И Т Можем Померить Только На Границе Сосудов П В И Т Мерим Только На Границе Сосудов Справа У нас Стоит Н Число Частиц Внутренняя Характеристика Теории То Нам Не Нужно Знать Какие Молекулы Внутри Как Они Движутся Нам Нужно Знать Только Их Число Все Остальные Параметры Мы Берем На Поверхность Черные Дыри Например Тоже У Черной Дыри Всего Три Параметра Масса Заряд И Спин И Все Они Лежат На Горизонте Событий Черной Дыри Что Происходит Внутри Нем Нам Не Важно Эффективно Трехмерный Объект Черной Дыри Сводится К Объекту Двухмерному Который Называется Горизонт Черной Дыри И Исследуя Только Его Мы Можем Вытащить Все Параметры Трехмерного Объекта То есть У нас Есть Одно Лишнее Измерение Но Оно Порождает Нам Теорию В Пространственной Размерности Ниже Причем Теорию С Хорошими Свойствами И Сейчас Собственно Этот Формализм Развит Настолько Что Там Есть Такие Способы Получить Хромодинамику Электродинамику Почти Всю Теорию Поля Современно Ну И Собственно Он Называется Голографией Потому Что Мы Уберем Теорию Как бы Голографическую Проецируем На Теорию Пространственной Меньшей Размерности Суть Самый Главный Плюс Этой Теории В том Что Ее Можно Рассматривать Как Непретурбативную Теорию Струн То есть До ADS-CFT Теория Струн Была В виде Берем Кванты Берем Пространство Очень Большой Размерности Пишем Кванты Находим Малый Параметр И Разлагаем В ряд С ADS-CFT Можно Этого Не Делать У нас Будут Простые У нас Будут На самом деле Сложные Уравнения Но мы Их Можем Записать Все Вместе Без Разложения По Малому Параметру То есть Мы Строим Не в режиме Малых Возмущений Теории А Самый Настоящий Дальше Еще Один Важный Плюс Это Разрешение Информационного Парадокса Черных Дыр То есть Все Читали Какую-нибудь Популярную Литературу И знают Что Все Что Попадает В черную Объекте Который Упал А есть Информация Только О черной Дыре Массы Заряд Испин Этой Дыры Собственно У нас Информация Деряется Если Мы Используем ADS-CFT У нас Материя Просто Улетает В дополнительные Измерения И информация Не Деряется Если На пальцах Там На самом деле Все Посложнее Но По-простому Это Именно Там Ну И Еще Хорошая Страна Это Теория Которая Лежит В пространстве На размерность Больше В которой Задача Вот Этой Квантовой Теории Свозится К Задача Теории Кравитации Ну Это Уже Так Для Оценителя Недостатки Множество Параметров Теории Теории С формализмом Типа ADS CFT Можно Выдумать Очень Много Если Вы Зайдете На Архив И Посмотрите Там Статьи По ADS CFT Вы Можете Наткнуться На Кучу Статей С Заголовками Вроде Двухмерная Теория Поля Из Классической Электродинамики То Можно Грубо Говоря Взять Любую Теорию В Простан 것을 Получить Из Какую Теорию В Допустим Нашем Четырехмерном Пространстве И Механизм Получения Одинаковых Теорий В Четырехмерном Пространстве Ни Один И Сразу До К Третьему Некоторые Из Многомерных Теорий Не Приводят К Нужным Теориям В Нашем Четырехмерном Пространстве Что В Тоже В На Нехорошо Когда мы что-то делаем-делаем, а оно не дает нам наблюдание результатов. Ну и опять же, довольно-таки спорная физическая основа у этого формализма. Потому что, опять же, если наше пространство имеет размерность больше, чем 4, это надо доказывать на экспериментах. А потом уже говорить, что у нас есть 5-мерное пространство, в котором все происходит именно так. И по сути, во многом ADS-CFT родился из больше такой математической игры. Но зато это была математическая игра в теории твердого тела, даже в теории сильно корректированных систем. Так что мы можем гордиться, что именно теория твердого тела дала рождение такой сложной штуке. Ну и, собственно, я хотел закончить на этом, сказав, что все, что я рассказал, это, по сути, все, что есть. Что делать с этим, никто, по сути, не знает. Потому что проверять это на экспериментах пока очень сложно, если невозможно. Как я сказал, многие теории от АТО отличаются крайне слабо, и проверить их просто невозможно на данный момент. И, собственно, основной проблемой у дефицитированных теорий гравитации является вопрос, что с этим делать. Потому что способов модифицировать АТО очень много, но какой из них правильнее, непонятно до сих пор. И, собственно, на этом все заканчивается. Ну что, у кого-то есть вопросы, ребята? У меня есть вопрос. Больше такие, математические. Что называется конформальное преобразование? Преобразование, сохраняющее углы между любыми двумя кривыми. То есть, берем, допустим, плоскость и рисуем две кривые. Потом ее изменяем так, что точки пересечения этих кривых остались под теми же углами. И все масштабы сжались в определенном отношении. То есть, берем два отрезка, они относились как 1 к 0,5. Изменяем там масштабы, изгибаем. Их длины все равно относятся как 1 к 0,5. Понятно? Да. Второй вопрос. Как их вычисляется и из каких-то соображений произносится? Кризнат пространства – это просто математическая характеристика. Вычисляется она тупо. Для нее есть формула. Мы берем параметры, которые вот уже считаются. Допустим, из сравнения Эйнштейна, если мы говорим о физике. Если мы говорим о математике, то они просто задаются. У нас есть по сути два ключевых параметра – метрика и связанность. Вот из них строится другой параметр, который называется кризнат, и он просто считается. То есть, для него есть формула. И третий вопрос. Какие призмерения мы называем компактными? Которые компактные. На математическом языке это… Вот есть у нас… Ну, ты знаешь, что такое Декартовое произведение. Если мы берем компакт, замкнутое ограниченное множество, и добавляем его на наше четырехмерное пространство время Декартово, то у нас получается компактное дополнительное измерение. Если по-простому, то это не бесконечное измерение. То есть, грубо говоря… Ну, пустили мы корабль из земли космической, и он летит, летит и не видит конца в нашем пространстве времени. В дополнительном измерении он либо вернется в точку, из которой вылетел, либо дойдет до границы. Ну, а как компактность связана с тем, что мы их как бы не замечаем? Ну, как нужно понимать, это на самом деле очень хороший вопрос. И… Я на самом деле не очень сам понимаю на него ответ, но… Там говорится, что характерные размеры этих измерений очень малы. То есть, вот, грубо говоря, если мы кинем частицу по этому измерению, она сделает круг и привлежит в ту же точку. И вот длина этой окружности, про которую она привлежит, грубо говоря, порядка длины плана. Поэтому мы и можем при ней речь просто. Если… Для теоретиков, то там мы пишем действие в этом многомерном пространстве времени. Берем четырехмерную часть отдельно. То, что осталось пятимерное, интегрируем, потому что там конечный объем. С нужными приближениями, там, полагаем, что это константы. Получаем просто множитель какой-то, и с ним уже работаем. То есть, вот, если математически записывается действие, и в действии стоит вот корень из минус g. Да. А дополнительные измерения вводятся как… Там, опять, интегрирование идет по пятимерному пространству. Корень из минус g в пятимерном пространстве и все величины для пятимерного пространства. Потом из всех величин для пятимерного пространства выделяется величины для четырехмерного пространства. То, что чисто пятимерное обзывается какими-то параметрами, и то лишнее измерение по нему интегрируется в моделях с компактными измерениями. Грубо говоря, вот мы запишем действие, ну, конкретно там, получим какие-то уравнения, да, из него, и там будет некоторый параметр, вот характеризующих компактность, то есть, которые мы сможем выкинуть. Да, грубо говоря, да. Там будет какая-то характерная длина, характерный объем дополнительных измерений. А вводятся дополнительные измерения именно приписыванием дополнительной строчки в тензор вот этот же и фраты? Ну да, по сути, да. Это один из спортов. А в теории вот там Кауциклейн, да? Кауциклейн, да. Для чего там вот именно векторный потенциал записывается? Ну, это вот… Какой цель? Подумавство, вот… Ну, я, конечно, не знаю, я историей физики не занимаюсь, но, насколько я знаю, это просто была догадка. Вот он взял и посмотрел, что туда можно так дописать. Насколько я чего знаю. Потому что я, конечно, не прав, но… Он же как-то работал с этой теорией? Да, он работал, но тогда все были заняты вот того самого. И эта теория, насколько я чего помню, пролежала очень долго, просто вообще без сил. А вот еще такой вопрос про замедление времени. Получается, у нас в каждой точке пространства время, ну, по-своему течет, грубо говоря. Грубо говоря. И вот ты говорил о замедлении времени. Имеется в виду, ну, замедление времени, ну, в конкретном случае только. Вот, то есть, допустим, ты говорил то, что там, чем выше от земли поднимаемся, тем время медленнее течет. Я говорил, чтобы стреляли лазером вверх, и как бы для фотона, как бы время замедлялось. Но, опять же, для теоретиков, там у нас… Если мы берем плоскую волну, у нас там стоит Е степени и Омега-Т. В случае плоского пространства времени, в случае кривого, там еще должно стоять Ж0. Вот, это Ж0 зависит от расстояния. Грубо говоря, у нас это эффективно можно приписать в частоте, у нас получится красный с дикой. Потому что у нас частота начнет зависеть от расстояния над землей. Ну, а ты можешь смотреть на него просто как на параметры. А мне вот СФТР очень понравилась идея. Сейчас я слайд верну. Вот. Ну, для начала, вот эти коэффициенты… Вот эти? Ну, коэффициенты при разложении. Они же… они чем определяются? Тем, что на СФТР у нас совпало… Вот. Но как бы на разных масштабах у нас разные поправки… Ну, не совсем так. …дают разные теории. Да, да. Скорее, это так. Ну, это типа как вот… формула Планка, там… формула… Для объяснения черного тела там было… одно объясняло одно, другое объясняло одно… Да, да. Только мы не знаем этой формулы Планка. Мы знаем, что вот на определенных масштабах можно приблизить вот этим. На других можно вот этим. Так вот… Не было такого, что, ну, например, написать сразу все поправки, то есть… Бесконечный ряд… Бесконечный ряд… Бесконечный ряд… Осмотреть на коэффициенты как бы… Это можно сделать, только там возникает одна… Маленькая проблема… Бесконечное число параметров. Если у тебя, грубо говоря… Допустим, это маленький, много меньше единицы… У тебя будет красивая теория почти как ОТО, только с небольшой поправкой. Если у тебя там много больше единиц, то у тебя получится вообще не ОТО, где будет другая задача Коши, где будет другая причинность, и то, что там оно было из ОТО, ты вообще никак не узнаешь. Нет, а коэффициенты сделает как бы изменяемыми. Вот я тебе говорю… То есть как функцию чего… У тебя сама математическая постановка задачи будет зависеть от этих коэффициентов. Понятно, что… В смысле… В смысле, если коэффициент или констант… Да, он хочет сказать, что берем, пишем уравнение движения… Берем бесконечный ряд, пишем уравнение движения, а потом балуемся с константой. Нет, это все очень просто звучит, а вы представьте себе… Элементарно, вот из той самой верхней строчки уравнение движения – это дифуры второго порядка. Нелинейные, 10 штук. Дай Бог, если они хорошо у вас решатся, что далеко не всегда получается. Если вы добавляете хотя бы лямбда-член, констант, вы существенно усложняете решение уравнений. Та самая теория братца Дики, я сегодня про которую тоже буду говорить, там еще сложнее. В некоторых местах практически невозможно решить дифференциальные уравнения. А вы хотите добавить бесконечное количество поправок, ведь R – это тоже не число, грубо говоря. И хотите еще коэффициенты сделать, зависимыми от чего там, от времени, координат. Вы собираетесь решать уравнение дифференциальные бесконечного порядка в бесконечном количестве? Зато у нас будут уравнения. Игорь Михайлович, что у тебя уравнение сделает уже четвертого порядка, если не восьмого? Поправка R – это там уже больше десятого порядка у тебя будет чем самим уравнение. Игорь Михайлович, что там творится с гравитацией на микроуровке? Игорь Михайлович, что творится с гравитацией на микроуровке? Это действительно не тебе интересно, это интересно всем. Никто не знает, на самом деле. Экспериментов по микроскепической теории гравитации просто нет. Игорь Михайлович, простой вопрос для нас там еще. Вот там была теория, где гравитационное возглавие считалось как переменную. Бранд, Диккер. Игорь Михайлович, если предположим, что она переменная, тогда почему в наших двух секундах она, мы видим, что она равна 1 году лучше? Как у нас гравитационное поле слабое такое? Игорь Михайлович, что у нас здесь? То есть она меняется в зависимости от 0? Она, конечно же, меня – сейчас, секунду. Вот, вы понимаете, что тут уже смешано все, и материя, и гравитация, и это поле. То есть у нас материи-то тут не так, чтобы много, и гравитация не такая, чтобы сильная, и мы изменения гравитационные постоянные рядом с Землей почти не видим. Вообще она изменяется. Вообще она изменяется, но, допустим, она будет изменяться в ранней Вселенной, где была инфляция. Потому что там, грубо говоря, вот эту штуку можно эффективно записать сюда, у нас будет, грубо говоря, добавка по массе. У нас Вселенная имеет дополнительную массу, которая позволит ей, собственно, произвести инфляцию, быстро расшириться, тогда вот это поле очень быстро потеряет всю энергию, вот эта добавка станет довольно-таки маленькой, и у нас Вселенная станет нормально себя вести. Интересно. Ну, в принципе, то есть именно потому, что у нас здесь земляненький маленький? Ну, тогда у нас что, у нас маленькая звезда, маленькая планета. Я расскажу. Она расскажет. Ну что, давайте вам благодарим Дорванчика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это, типа, значит, получается, сотрудница ГАИ ШМГУ будет растухать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СИРЕНА АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.